Друзья, добрый день! Сегодня мы продолжаем наши видеорепортажи по обрезке гортензии метельчатой. И сегодня я буду работать с новым экспонатом. В данном случае я формировкой данной гортензии метельчатой занимаюсь уже второй год. И сегодня мы опять проговорим для вас все основные нюансы по обрезке гортензии метельчатой осенью. К слову, оптимальные сроки в Татарстане для данных работ это является где-то середина октября, по конец октября. Каждый год этот срок меняется. Но в данном случае я в сроки укладываюсь и сегодня я произведу обрезку данной гортензии. Для этого я буду использовать следующие материалы, инструменты, оборудование. Значит, первое это рабочие перчатки. Это раз. Второе это обязательный инструмент. Значит, в данном случае я буду использовать вот такой секатор акадсуны. Потом я буду использовать ножницы акадсуны 201. Вот такие для узких мест. Дальше я обязательно буду использовать два вида точильных камней. Значит, это у меня камень точильный акадсуны и камень точильный петроград. Также я буду использовать антисептик для обработки инструмента. И я буду использовать для своей работы это чай, который я пью во время работы. Значит, давайте приступим. Мы надеваем перчатки и начинаем нашу творческую, высокопрофессиональную работу. Значит, первый этап работы с гортензией по обрезке ее, это у нас санитарная чистка, санитарная обрезка. То есть мы удаляем все поломанные веточки, все тоненькие веточки. Они малопродуктивные, на них будут маленькие соцветия и, соответственно, они нам ни к чему. Также мы удаляем все веточки, которые у нас смотрят внутрь кроны, пересекаются, перетираются, загущают ее. То есть наша задача на этом этапе произвести классическую санитарную обрезку, к чему мы и приступаем. Я удалю сейчас сначала все тоненькие веточки малопродуктивные, которые нам, собственно говоря, ни к чему. Проведу также санитарную обрезочку. И моя задача – это подготовить гортензию уже к структурной обрезке, чем мы сейчас и занимаемся. То есть вы можете на видео сейчас наблюдать, что я именно сейчас удаляю все тоненькие веточки. Разрежаю крону. Крона должна быть светлой. Солнце должно доходить до каждой у нас веточки. И самое основное – я готовлю сейчас растение уже к структурной обрезке. То есть данная формировка, которую сейчас я буду производить уже второй год, она будет продолжаться. И мы будем уже вытягивать очень интересную крону в будущем. То есть растение должно быть красивым с точки зрения архитектоники. Не надо бояться резать абсолютно. То есть гортензия вашу неправильную, может, первоначальную обрезку вам легко простит. Так как иногда в некоторых случаях мы используем технологию омолаживающей обрезки по старым гортензиям. Мы ее сажаем практически на пень. И у нас отрастают великолепные побеги. И она великолепно на них цветет. Так что в данном случае боязни у вас никакой не должно быть. А наоборот, нужно получать удовольствие от работы, от обрезки. Повторюсь, задача такая, работа абсолютно творческая. То есть нет понятия, что надо вот именно вот так вот обрезать. То есть есть классические приемы, связанные с обрезкой, которые надо просто соблюсти. И все. И будет все прекрасно. Так же мы смотрим, чтобы заполняемость крона у нас была стабильной. Ну вот видите, вот это совсем у нас лишнее уже. Мы сейчас ее вообще удали. Она нам тут ни к чему. Не боимся резать. Повторюсь. Так, вот смотрите. Значит, что мы сейчас произвели? Мы произвели санитарную чистку крона. И подготовили уже крону для стандарта, уже для структурной обрезки. Следующий этап данной работы у нас стоит в следующем. То есть мы начинаем работать только по побегам этого года. То есть у нас вот точка роста. И соответственно вот у нас идут побеги этого года. Соответственно мы оставляем 3-4 почки и режем. И таким образом мы уже получим хорошую структуру и хорошее соцсетие в будущем году. Ну, начинаем. Вот приступим. То есть... Где-то в каких-то случаях допускается, условно говоря, оставить ее, наверное, в этот. В каких случаях и две почки. Ничего страшного не будет. Самое главное следим за балансом. То есть у нас крона гортензии должна быть сбалансированной и красивой. Ну, вот я, пожалуй, так уже и оставил. Соответственно, следующий этап у нас это когда мы уже будем накрывать все сады обработкой, фунгицидом, медсодержащим препаратом. Ну, в данном случае это Абикопик. Мы подвергнем обработке под зиму и данную гортензию. Вот, пожалуйста, на мой взгляд, обрезка по этой гортензии закончена. Крона получилась довольно-таки симпатичной. Дальше эта крона будет развиваться. Я повторюсь, что эта гортензия до прошлого года ни разу не резалась. И в прошлом году я ее начал формировать. То есть, фактически, мы пока совершаем первые шаги. Сейчас я сделаю облет данной кроны. И вы посмотрите, что у нас получилось. Вот такая вот у нас получилась крона. Обрезка, повторюсь, уже структурная. Мы производили по побегам этого года. Вот так вот. Так что, благодарю вас за внимание. Работайте с гортензиями. Это прекрасный материал, прекрасное растение для Поволжья, в том числе для Татарстана. Мы наслаждаемся цветением буквально до поздней осени. Под зиму только получаем вот такие прекрасные шапочки, что есть в них тоже.